Сборная Армении по футболу 14 ноября провела открытую тренировку, на которой присутствовали многочисленные болельщики команды. Капитан сборной Армении Ворозда Тараян отметил, что после поражения от Латвии сборной Армении выпал еще один шанс побороться за путевку на финал Евро-2024. Давление на нас было всегда и перед игрой с Латвией тоже, но главное, что ребята понимают, что надо делать и постараются осуществить это на поле. Важно, что ребята готовы, сказал Ворозда Тараян. Напомним, что 18 ноября в рамках отборочного цикла чемпионата Европы подопечные Александра Петракова сыграют с командой Уэльса, а 21 ноября на выезде со сборной Хорватии. Раненые солдаты, проходящие реабилитацию в центре Дом солдата в Ереване, 26 ноября выступят с концертом «Айрени Кис» в Национальном академическом театре оперы и балета имени Спиндиаряна, пресс-служба центра. «Если танцуем, то живем, если живем, то должны развивать страну», — говорят участники. Они хотят на своем примере показать, что инвалидная коляска не помеха жизни и созиданию. С ними выступят профессионалы, артисты оперного театра. В Ереване впервые прошел фестиваль традиционного армянского блюда хапамы. Это тыква с рисом, сухофруктами и орехами. На нем гостей знакомили с армянской кухней и культурой. Хапаму сравнивают с нашей планетой. Тыква, земля, рис человечества, сухофрукты национальности и религии. Посыл в том, чтобы все жили в мире, независимо от национальности, пола и вероисповедания. На площади республики в центре Еревана начали устанавливать главную елку страны. Новогоднюю красавицу в этом году соберут из привезенных из России искусственных ветвей. Высота вместе с верхушкой 37 метров, а диаметр у основания 14,5 метра. В прошлом году ереванская ель оказалась одной из самых высоких в постсоветских странах. Глава армянского МИД обсудил углубление сотрудничества с председателем Европарламента Роберто Мицолой. Встреча состоялась 15 ноября в Брюсселе. Стороны обсудили повестку всеобъемлющего партнерства Армении и Евросоюза. Выразили готовность расширить взаимодействие между Европейским парламентом и Национальным собранием Армении. Высоко оценив позицию и резолюцию Европарламента по важнейшим для Армении вопросам, Мирзаян отметил важность продолжительного содействия демократии и усилию по установлению мира в регионе. Глава армянского МИД отметил, что достичь мира будет возможно в случае, если Азербайджан возьмет на себя обязательства по реализации принципов, отмеченных в заявлении в Гранаде. Мирзаян представил основные потребности 100 тысяч насильственно перемещенных беженцев, которые прибыли в Армению после азербайджанской агрессии в Нагорном Карабахе. Отметим, что в Брюсселе Мирзаян также примет участие в форуме гражданского общества восточного партнерства. Русская гуманитарная миссия доставила в Армению 53 тысячи учебников по географии, физике, химии, геометрии для местных школ. Из них 800 книг сегодня передали школе Усмунг. Остальные распределят в 27 школах Еревана и в областях Арарате, Шираке, Армавире, Сюники, Ваяцзоре, Китайке, Тавуши. Приграничное село Чинари в Тавужской области Армении уже приняло 13 семей из Нагорного Карабаха. Они поселились в домах, где зачастую нет даже ванны, отсутствует газоснабжение, зато их кладовые уже пестрят заготовками на зиму. В планах новоиспеченных чинарцев возвращение к скотоводству, земледелию и прочим привычным занятиям. Потихоньку все наладится, лишь бы был мир, говорит один из переселенцев.